В эфире программа «Городские встречи» и с вами ее ведущий Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Марина Вячеславовна Полякова, временно исполняющая обязанности заместителя начальника управления по вопросам миграции МВД России по Рязанской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим по поводу государственной программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Расскажите немного об этой программе, как давно она существует. Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утверждена указом президента 22 июня 2006 года номер 637. Данная государственная программа реализуется на территории Российской Федерации уже более 10 лет. На территории нашего субъекта, на территории Рязанской области данная программа действует с мая 2015 года. Давайте проясним некоторые аспекты. Кто такие соотечественники? Соотечественники – это лица, родившиеся в одном государстве, проживавшие или проживающие в нем и обладающие признаками общности, истории, языка, культурного наследия, традиций и обычаев. А также их потомки по прямой нисходящей линии. Также соотечественниками являются граждане Российской Федерации, которые проживают постоянно за пределами Российской Федерации. Какие требования должны соблюдать эти люди, чтобы стать участником этой программы? Участником государственной программы может стать соотечественник, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью, который соответствует тем критериям того субъекта, куда он хочет въехать в Российскую Федерацию. Подтверждением участия в государственной программе является выдача соотечественнику, участнику государственной программы, свидетельство участника государственной программы. Какие критерии у нашего Рязанского региона? Молодые квалифицированные специалисты, которые внесут вклад в социально-экономическое развитие нашего региона, а также в повышение демографического развития региона. А молодые специалисты, то есть у них должен быть какой-то трудовой стаж, я правильно понимаю? Ну, как правило, трудовой стаж на территории как Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации. Правильно ли я понимаю, что жители даже бывших республик СССР могут стать участниками этой программы? Да. А также членами их семьи. Членами семьи участника государственной программы, которые переселяются совместно с участником государственной программы, являются супруги, дети, в том числе усыновленные, над которыми установлена опека, родители участника государственной программы, родные братья-сестры участника государственной программы, а также родные братья-сестры супруги, супруга и также родители участника государственной программы. Члена семьи, участника государственной программы. Такой вопрос. А для того, чтобы стать гражданином Российской Федерации, людям необходимо иметь только трудовой стаж или что-то еще? Какой-то срок проживания на территории Российской Федерации или сдача каких-то необходимых экзаменов? Обратиться с заявлением о приеме в гражданство может участник государственной программы или член семьи, участника государственной программы, который имеет регистрацию на территории субъекта, выбранного участником для проживания. То есть это лица, имеющие разрешение на временное проживание, виды на жительство, имеющие регистрацию на территории Рязанской области. А вот немножко по статистике. Программа действует с 2015 года. Сколько людей уже стало участниками, сколько людей получило гражданство Российской Федерации? С начала действия государственной программы, участниками государственной программы и переселились в Российскую Федерацию участников около 3 тысяч человек, членов семьи более 4 тысяч. Эта статистика вот за два года? Да, это с мая 2015 года. Какие организации работают с отечественниками за рубежом? За пределами Российской Федерации, с отечественниками, которые желают обратиться с заявлением об участии в государственной программе, принимают заявление. Это дипломатические и консульские представительства Российской Федерации за пределами Российской Федерации. Также временные группы МВД, которые расположены, находятся за пределами Российской Федерации. Как обстоит вопрос трудоустройства таких людей? Министерство труда и социальной защиты населения оказывает содействие данной категории граждан в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности. Какие льготы предоставляются гражданам, которые становятся участниками программы? Участники государственной программы предоставляется льгота на получение разрешения на временное проживание без учета, квоты и виды на жительство, также упрощенный порядок приемов гражданства, имеют право на получение компенсации расходов, связанные с переездом соотечественника из зарубежа в Российскую Федерацию, то есть возврат транспортных расходов. Также участники государственной программы имеют право на возврат государственных пошлин, связанных с оформлением документов, это возврат государственной пошлины за выдачу разрешения на временное проживание, виды на жительство, прием в гражданство и получение паспорта гражданина Российской Федерации. А также данные категории граждан выплачиваются подъемные, учитывая, что пособие на обустройство, учитывая, что Рязанская область не является территорией приоритетного заселения, участник государственной программы, участнику выплачивается 20 тысяч рублей, члену семьи 10 тысяч рублей. Если мужчина решил стать участником этой программы, но после его семья также захотела переселиться и стать гражданами Российской Федерации, имеют ли они какие-то льготы или какие-то приоритеты в получении гражданства? Член семьи, участник государственной программы, за исключением супруга и супруги, могут подать заявление об участии в государственной программе самостоятельно. Данная программа рассчитана все-таки на переезд в Российскую Федерацию семей, поэтому супруг супруга подать заявление отдельно от члена своей семьи, то есть от супруга, не может. Поэтому дети, братья, сестры, родители имеют право подать на участие в государственной программе, под государственной программе, а супруг супруга только одновременно. То есть если подает мужчина, супруг, значит он в заявлении указывает и свою жену. Обязаны ли участники государственной программы, члены их семей проживать именно на территории Российской Федерации? Участник государственной программы после постановки на учет в территориальном органе МВД, выбранным им для проживания и переселения в Российскую Федерацию, обязан прожить на территории данного субъекта в течение трех лет с момента постановки на учет. Если свидетельство участника государственной программы аннулируется, либо соотечественник, участник государственной программы или член его семьи изменяет место жительства вне пределах субъекта, выбранного им для постоянного проживания ранее, чем через три года, он обязан компенсировать те расходы, которые ему выплачиваются субъектом. То есть вернуть подъемные, которые ему были выданы, а также денежные средства, связанные с переездом, с возвратом государственной пошлины. В случае, если добровольно участник государственной программы не возвращает денежные средства, тогда данные денежные средства взымаются, данные затраты в судебном порядке. Вопрос такой. Как обстоят дела у молодых людей, которые переселяются в Российскую Федерацию со службой в армии? Обязаны ли они служить в армии или они считаются освобожденными от этой обязанности? Нет, они наравне с... Служить в армии у нас могут только граждане Российской Федерации, поэтому после приема в гражданство, если данные граждане не служили в армии, но они призываются для службы в армии. Какой еще вопрос? Могут ли стать участниками государственной программы люди, которые имеют судимость? Основание для отказа выдачи свидетельства участника государственной программы, а также аннулирование свидетельства о участии в государственной программе. Одним из оснований является наличие непогашенно неснятой судимости за тяжкие, особо тяжкие преступления. То есть, если соотечественник у нас, гражданин стал участником государственной программы, является участником государственной программы и привлекается к уголовной ответственности, то есть осужден за тяжкое, особо тяжкое преступление, либо сам участник, либо член его семьи, который указан в свидетельстве участника государственной программы, свидетельство участника, аннулируется. А куда может обратиться участник программы на территории Рязанской области? Для подачи заявления на участие в государственной программе соотечественник может обратиться в отделение отдел по вопросам гражданства, отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами, которое расположено по адресу улица Павлова, дом 52. Марина Вячеславовна, спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. С вами была программа «Городские встречи». Удачного вам дня и до скорого. Редактор субтитров А.Семкин